Ребята, вот мы находимся на втором этаже. Здесь также сдаются номера. Номера вот такого вот уровня. Как видите, холодильничек есть. Ну и, естественно, есть душ и туалет. Тут совсем телевизор плазменный. Здесь вот такая кроваточка. Ну и, естественно, есть сплит-система. Ссылка будет в описании. Стоимость этого номера. Очень удобное расположение, потому что до моря здесь всего идти спокойным шагом 5-7 минут. Сейчас засекаю 2 секунды, да, пошло время. Сколько по времени идти до самого пляжа. Вот рядышком. Улица Кирова, 45. Всем доброе утро, друзья. Сегодня уже переместились на третье наше место. Третье дислокацию мы сменили, да. Мы останавливались в Сочи в городе, в Роза, в Хуторе. И вот сейчас вот переместились в Геленджик. В Геленджик. На протяжении уже лет несколько я уже здесь останавливаюсь. В принципе, место вполне такое очень хорошее. И самое главное, здесь очень удобное расположение. То есть до моря буквально вот через Платаново аллею, рыночек рядом. И попадаешь буквально 5-7 минуты ходьбы, спокойного шага, и вы уже на пляже, на городском. Вот это так. Пройдусь тут, покажу номера. Вот здесь вот мы остановились как бы на углу этого домика. Также здесь есть номера стандарт и как бы люкса, да. Ну, в данный момент очень много жителей. Сейчас, наверное, все, скорее всего, не получится показать. Потому что смогу показать, что у нас, ну, обычный номер у нас, в принципе, без душа. Есть номера с душем, туалетом, там, с холодильником. Эконом-класса. Смотрим. Такой вот номер. В принципе, здесь кое-какие вещи. Ну, простейший номер, как бы, да. Без излишеств, без особых. Ну, что самое первое необходимости здесь, естественно, есть. Вот. Здесь есть телевизор, короче говоря. Шкафчик. Ну, и две кровати. Короче, это двухместный номер получается. Стоит примерно рублей пятьсот. Ну, ссылка будет в описании, естественно, и более подробные цены. Я оставлю телефон. Уточнять цены, конечно, у владельца. Телевизор будет вся информация более подробная. Также здесь, несмотря на то, что это эконом, вот тут даже есть вот такой кондиционер. Вот. И окошечко, в принципе, все, да, пластиковое. Вот как-то так. Ну, простенько. Ну, пообщались, короче, с владельцем вот этого помещения. То, что, говорит, планируется серьезный капитальный ремонт. Вот. И, возможно, вот эти кровати, сказал, мебель, буду абсолютно все менять. Вот. Ну, все будет меняться, и номер будет уже выглядеть, естественно, по-другому. До моря, повторюсь, всего пять, максимум семь минут, наверное, идти. Спокойным шагом. Мы, кстати, пройдем и покажем, как идти до пляжа. Еще важный момент. Если вы будете звонить, то говорите, от канала «Следуй за нами», «Путешествуй с нами», либо от Андрея Вудмана. Вот. И тогда вам просто этот номер достанется без посредников, что называется, напрямую с владельцем. Плюс, как бы, преимущество этого номера еще в том, что здесь вот выходишь. Да, здесь души в самом номере нету, но он прям буквально находится в пяти шагах. Вот, выходит, и прямо дверь вот она рядом. Там занято. Там сейчас в данный момент занято, да. Там у нас верандочка сверху, можно посидеть, шишечки поделать. Ну, и кухню я уже показал, могу еще раз показать. Кухня общая, естественно, в холодильнике. Ну, первые необходимости посуда здесь есть. Вода, причем, все время есть. Это очень важно, можно сказать. Во всем городе воды нету, а здесь всегда есть, потому что здесь своя скважина, да. В гильжике есть такая проблема, что с водой проблемы, перебои какие-то. Холодильники какие-то, да, положить продукты. Всегда все можно, морозилки, три холодильника. И в душе вода тоже есть постоянно. Лестницы уже на второй этаж. Там номера мы тоже посмотрим. Здесь виноградничек такой типа. Немножечко посадили, еще совсем немного. Вот здесь вот есть номера. Получается, прямо у нас люкс. Здесь туалет, душ, там все есть в этих номерах. Ну, попробую показать, потом договориться с жителями. Ребята, вот мы находимся на втором этаже. Здесь также сдаются номера. Номера вот такого вот уровня. Здесь уже есть все фактически. Как видите, холодильничек есть. В данный момент здесь проживают люди, поэтому мы так в общих чертах покажем. Немножко совсем. Телевизор плазменный. Вот здесь вот такая кроваточка. Кроваточка. Ну и, естественно, есть сплит-система. Сплит-система. Вот этот номер, ссылка будет в описании. Стоимость этого номера. Очень удобное расположение, потому что до моря здесь всего идти спокойным шагом 5-7 минут. И вот здесь вот у нас видно, что есть также спальное место. В принципе, можно положить ребенка. Холодильничек, все работает. Ну и, естественно, есть душ и туалет. Туда я заходить не буду, там просто человек сейчас в данный момент душ принимает. Вот, как-то так. Так, вот, ребята, вот заходим в стандартный номер, двухместный, по-моему, или трехместный. Это трех даже местный, да. Здесь, в принципе, три места. Вот, спокойно, так же сплит-система располагается. Большой телевизор ЖК. Очень хорошо в этом плане. Шкафчик, все, пожалуйста, положить можно. Свои какие-то вещи. Все пластиковое, все сделано. Ежегодно еще делается ремонт. Как бы здесь люди сейчас проживают, поэтому здесь вот немножечко, как-то так вот, да, много вещей. Ну и здесь есть, короче, душ. Душ, душ и вот туалет, в принципе. Все в номере. Маленькая раковина небольшая и душ принимать. Все очень вполне. Ежегодно, опять повторюсь, ежегодно делается косметический ремонт. В зависимости от сезона цены абсолютно разные. Так, ну все, спасибо. Все, выходим. Спасибо. Ну и здесь вот такая вот мангальная зона. В принципе, есть диванчик посидеть, столик. Мангальчик. Покушать, мясо мяска пожарить. Можно, в принципе, посидеть хорошо тут. Крыша над головой есть. Сидеть спокойно вечерами очень хорошо. Удобно, уютно видиться. Здесь еще, что немаловажно, вот так вот тоже немножечко. Вот, посмотрю, Колян здесь. Это хозяин. Посадил виноград. Рядушки, вот сейчас засекают. Две секунды, да, пошло время. Сколько по времени идти? До самого пляжа. В принципе, вот рядышком. Улица Кирова, 45. Давай, закрывай тогда, Юлешка. Я пойду тогда. Время вот 16 секунд. Мы идем, выходим на Потановую аллею. Все тут рядышком находится. Морхотский хребет впереди. Вот. Иду таким обычным шагом, не спеша. Ничего страшного. Так, 32 секунды. Вот. В общем-то, идем, идем, идем. И что хорошо, здесь Потановая аллея. Рыночек, в принципе, с правой стороны рыночек, да, Юлешка? Да, вообще ухо. Вот здесь очень удобное расположение. Вот в этом плане то, что можно прикупить там что-то, да? Прямо через дорогу, вот там рынок. И там все овощи, фрукты, все по доступным ценам достаточно. Мясо. Там есть и Ермолина, по-моему, вот полуфабрикаты. Ты лучше здесь покажи, кто-то музыка из Рала, что вот уже минуту идем. Ну вот идем, минуту уже идем, минута 10. Любителям Макдональдса, прям по пути будет Макдональдс. Да, любители такой пищи, конечно. Мы ее не приветствуем нафиг, но тем не менее. Кто любит бюджетный магазин? Что здесь вот есть, да, всякое разное можно прикупить? Да, прямо здесь вот покажи, вот фрукты. Да, 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 ну всякие вот приправы продаются. Еще помимо этого здесь есть МТС и всякие, и мегафоны, и приезжает, как его называют, автолог? Нет, ярмарка периодически. Ярмарка, да, ну вот какая-то сейчас выставка тут художественная проходит, я так понимаю. Очень интересно. Единственное, музыка будет играть, она будет попадать. Да, я надеюсь, что у нас не забанят. Вот Геленджик, сегодня осень поздняя, уже 17 градусов всего лишь, народ. Но вчера было еще холодней. Вот. Поздняя осень. Платановая аллея. Деревья бесстыдницы, как называют в народе. Да, вот по правую сторону. Идем уже две минуты. Тут лучше отключить, а то в YouTube забанится музыка. Не-не-не, мы проскочим быстро, поэтому говори, говори, чего-нибудь говори. В общем-то, вчера вечером ходили, еще гуляли в прохладу. Практически все кафешки уже закрылись. Это у нас, например, платан. Ну, мы были уже в один с ночи. Платан закрылся, это лакомка всем известная народу. Вот, все уже. А прохладе нормально жгли, народ, народ жег. Тут рыбу продают. Да, тут рыбу продают. Ну, в принципе, вот рынок мы уже проскочили. А здесь какое-то выступление. А, это известные индейцы. Мы их каждый год видим. Рынок, то есть часть его внутри. Там еще ярмарка. Вот как-то так, в общем-то. И, ребята, движемся уже на протяжении. Сейчас скажу, сколько по времени. Вот Литваль. Две минуты, две минуты пятьдесят семь секунд уже двигаемся. Ну, вот, смотрите, пять-семь минут, я сказал, да. Но если вы останавливаться не будете, то за пять минут вообще спокойно реально дойти. Уже практически подходим, куда мы подходим. Ну, да, мы любители остановиться где-нибудь. Ну, обычно все так любят делать, да? Просто что-то посмотреть, как правило. Макдональдсы уже у нас прям на виду. Но, тем не менее, хоть и резко осень наступила, людей еще много. Людей много, но уже народ, наверное, купается. В принципе, еще наверняка есть такие индивидуумы. Есть, есть. По-любому, которые закаляются люди. Просто говорят, что... Слушай, у меня сестра купалась, я помню, в октябре месяце, в октябре. И ничего нормально было, да? Вот он, он, Макдональдс. А, Макдональдс. Реклама Макдональдса такая бесплатная у нас. С другой стороны... Пойдем попросим бесплатный гамбургер. С другой стороны будет магнит. Магнит-косметик. Так, идем уже 3 минуты 53 секунды. Ну, вот она в собственной набережной. Собственная набережная. Это бывший морс-вокзал. Теперь здесь торговый центр Геленджик у нас располагается. Ну, и вот она и набережная, да. Мы выходим практически на городской пляж, да. Ну, возле пирса в основном. Мы сейчас вот выйдем возле пирса. Где у нас причал там главный, да. Где империя там. Где империя, Саламандра, всякие вот эти вот теплоходы останавливаются. Столовых очень много. Цены вполне приемлемые. Да, еще покажи потом столовую напротив. Там есть столовая, кстати, да. Вот еще очень неудобное расположение, потому что столовая прям рядышком. Еще есть прям вот вышел прям буквально тут минуты там 30 секунд, нафиг, ты уже столовая. Ну, вот она и набережная. Рядом кофейня, прям рядом с домом кофейня, если что, можно. Вот она и набережная. Вот один из пляжей. Один из пляжей спортивный, как там называется. Тут пальмочки такие стоят. А вот городской, туда чуть подальше. Вот 4 минуты 57 секунд у нас. Вот 5 минут получается. Вот мы уже как раз на набережной. Вот торговый центр Геленджи. Да. Бывший морской вокзал. Вот удобное расположение номеров. Вот эта улица Кирова, это самая ближайшая, я считаю. Ну и вообще этого дома это положено. Так, можно и купаться, в принципе, и здесь. Ну, здесь нежелательно. Все-таки корабли, причал. Как бы, в любом, и там какой-то выброс какой-то может быть происходит. Везде всякая, конечно, созывала. Тут империя предлагает покататься. В Саламандре. На том и на другом уже катались. Что ты говоришь? Тем не менее, здесь всегда много людей. Ага. Вот это всем известная невесточка. Геленджик с тюркского переводится как невесточка. Вот в честь этого, короче, здесь установлен памятник. Скульптура такая. Скульптура невеста. Так, а тут у нас перегородили немного, да? Пляж, вот он, собственно, уже говоря. Центральный причал Геленджик. Ну, все, в общем-то. На этом и все. Тут везде всякие прокаты. Все сдается, как обычно. Так, мы уже идем 6 минут 18-19 секунд до городского пляжа. Естественно, если вы предпочитаете загорать и купаться где-то на пляже Сады и Морей, то туда придется идти еще плюс минут 10. Вот и все. Вот он городской пляж. Ну, никто не купается, но люди отдыхают. Хотя некоторые загорают. Многие руки тут помыть, раздевалки, все дела. Все, пляж опустел, сезон закончился. Всем пока, ребята. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И задавайте вопросы в комментариях, как вам такое расположение. Есть, конечно, еще ближе варианты, не спорю. Потому что вот еще люди купаются. Вот мужчина залез в воду. Ну, в принципе, я думаю, не один он купается. Но там еще впереди человечка мы видим купается. Здесь прикольный пляжик, лесочек. Но я предпочитаю больше гальку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.